всем привет с вами я дмитрий фриско вы смотрите кулинарную пропаганду я не люблю сладости вернее не так я люблю сладкую выпечку то есть сладкий пирог какой-нибудь из теста с ягодами я буду трескать с удовольствием причем даже если он ну не идеален то вот к тортам я отношусь достаточно равнодушно и если он не топ не идеален по вкусовым сочетаниям я скорее всего мимо такого пройду мимо то есть я очень пристрастен за последние пару недель приготовил и скормил домашним уже пять разных вариантов некоторые из них подписчики в инстаграме видели никакая тренажерка уже не спасает от такого количества сладкого ведь на какие жертвы приходится идти сначала что касается идеи торта судя по количеству шоколадок в магазине с апельсином именно это сочетание пользуется просто таки огромным спросом поэтому я изобретал такой торт и так пройдемся по слоям нижний слой шифоновый бисквит с насыщенным шоколадным вкусом затем мусс шоколадный очень насыщенный по вкусу затем апельсиновый бисквит затем апельсиновый мусс и все это дело закрою зеркальным глиссажем звучит немного страшновато но на самом деле все очень просто не переживайте от силы на весь торт уйдет полтора часа правда разнесенных во времени с перерывами перечень всех ингредиентов и основные этапы готовки для удобства я помещу в самом конце ролика и под роликом описание тоже будет вам так удобнее искать ну начну я все с шифонного бисквита к муке добавляю разрыхлитель и перемешиваю к желткам сахар и взбить до плотной пены можно вручную венчиком можно как я такой штуковиной стакан с сухим порошком какао крепкий чёрный кофе и перемешать до однородности к взбитым желткам добавляю масло без запаха и смешать с мукой все это дело лопаткой сюда же смесь кофе с какао и тот же до однородности белки взбиваю до твердых пиков сразу щепотку соли и сахар добавляю постепенно я взбиваю белки сразу для двух бисквитов до мягких пиков мягкие это когда так поднимаешь загибаешь а пики так сгибаются медленно потому что мягкие а твердые смотрите оба уже не сгибаются а теперь очень аккуратно смешиваем чтобы не потерять воздушность отлично духовку уже должно быть разогрета до 180 градусов форму подготовить на дне бумага стенки ничем не смазываю тесто для одного бисквита готово для второго бисквита желтки с сахаром также стереть до плотной пены теперь масло и молоко сюда перемешать к муке также разрыхлитель и перемешиваю и теперь надо смешать муку с растертыми желтками до однородности и натереть сюда цедру перемешать и также аккуратно ввожу взбитые белки усердствовать перемешивание не надо как только смешалось все прекращаем орудить лопаткой иначе осядет все отлично тесто для второго бисквита также готова заполняем формы и духовку верхний нижний жар выпекается в зависимости от толщины 20-30 минут проверяем готовной спичкой как только сухая выходит из бисквита значит готова вот так 25 минут прошло у меня готово все и есть еще минут десять на полетать в сентябре займусь шоколадным муссом желатин заливаю холодной водой чтобы набух к шоколаду добавляю сливки и импульсами по 10-15 секунд нагреваю перемешивая между каждым этапом нагрева мне не очень однородно прогревает микроволновка поэтому так приходится вращаться помешал и и еще на 10-15 секунд остались еще некоторые кусочки значит еще время нагревать выше 50 градусов нельзя кстати не обязательно кроволновкой пользоваться это вполне и на водяной бане прогреется вот так все отлично желтки растирая сахаром до плотной пены сахар с водой довожу до кипения в растертые желтки добавляю горячий сироп при постоянном помешивании желатин уже набух микроволновку его секунд на 10 смотрите разошелся весь к шоколаду его и размешать а теперь шоколад желтками соединяю и смешиваю до однородности отлично пусть пока слегка остывает а я пока забью хорошо охлажденные сливки то было не перебить их в масло взбились уплотнились и достаточно не увлекайтесь начинаем как всегда на маленькой скорости затем ускоряемся вот такая консистенция нам и нужно отлично соединяем все перемешиваем до однородности аккуратно чтобы ничего не оседало отлично соберу пока первые два слоя форму стянул нитка и стенки приложил бортовой лентой чтобы мусс не прилипал я не сообразил надо было сразу выстрелить пленку пищевую на дно так проще будет отлично выливаю мусс сюда и чуть постучать по стенкам чтобы он ровно распределился все сейчас уберу в морозильник часа на 3-4 на самом деле этот этап можно опустить идея следующая я хочу чтобы апельсиновый мусс у меня был не только сверху но и с боков а значит заливать им надо будет торт когда вот этот мусс уже схватится если же вы хотите упростить себе задачу немножко сократить по времени и получить торт в котором слои идут просто как блины а боковинок дополнительных из мусса не будет то сейчас просто кладете вот на этот мусс следующий бисквит апельсиновый сверху заливаете вторым слоем мусса и в таком виде убираете в морозильник на часа на четыре на шесть может быть до завтра я пока полетаю чутка кстати смотрите вот так наши места выглядят симуляторе вот так же они выглядят в реальности однако на игрушки можно месяц убить продолжим желатин заливаю холодной водой чтобы набух апельсиновый сок сахар и желтки надо на совсем слабом огне довести до загустевания этот апельсиновый курт готовим и постоянно помешиваем венчиком чтобы желтки не свернулись перегревать нельзя как только загустили тут же снимаем с огня желатин топим в микроволновке еще один импульс и вот такой вот растопленный добавляем курду и перемешать сейчас остужаем его до 30-35 градусов если прямо в такой горячий курд добавить сливочное масло то она мгновенно растопится распределиться на отскочит у него короче сыворотка от жиров и вы как не перемешивайте потом такой вот хорошей консистенции классный курды не получите проверяем готова и вот теперь вводим размягченное сливочное масло и остаток прессного сока и перемешиваем и на пробить блендером отлично все пусть постоит так а теперь сливки как и взбивать вы уже знаете все стандартно сначала маленькая скорость потом большая сливки должны быть хорошо охлаждены перевзбивать не надо отлично и теперь смешиваем все вместе аккуратно чтобы взбитые сливки не осели супер второй мусс тоже готов собираем торт с бисквита я срежу все лишнее вот так смотрите вот так выглядят первые два слоя и сюда все отправляю торт замораживаться в морозилку минимум на 4 часа можно на всю ночь чтобы он подготовился к нанесению глиссажа глиссаж у меня уже готов вот он я его приготовил заранее такой глиссаж я показывал в ролике десерт 8 марта ссылку и уголочкой щелкайте и под роликом тоже укажу он готовится очень эффективно вот список продуктов итак желатин залили холодной водой минут на 10-15 чтобы он набух в кастрюльку положили сахар глюкозу воду нагрели довели до кипения чтобы все растворилось сняли с огня вот такой высокий стакан примерно такой положили шоколад положили сгущенное молоко положили замоченный желатин и залили вот этим горячим сиропом и блендером блендером где у меня блендер вот и блендером видите этот венчик под него воздух попадает вот так нагибаете стакан и вот так вот проводя блендер представляете, чтобы воздух вышел опускаете и блендером все это дело пробиваете до однородности это делается так вот именно в таком виде как я показал чтобы пузырьки воздуха не засосались вот крышку чтобы они не заполнились они все равно будут в небольшом количестве короче пробили до однородности если вы клали коричневый шоколад или черный то у вас плясаж получится потемнее если белый то получится такого белого, ну, молочного цвета и его можно пищевыми красителями подкрасить Цвет выбирайте сами на свой вкус. Вот сюда я добавил желтенький, оранжевый и все, по-моему. А, и здесь у меня коричневый шоколад использовался. Таким образом, глиссаж готов. Его рабочая температура 30-35 градусов. Но сразу, как вы его приготовили, горячий же будет, вы его процеживаете через металлическое сито, можно пару раз. И опять приливаете в стакан, закрываете пленочкой в контакт, чтобы не образовывались никакие там пенки на нем. И охлаждаете, храните в холодильнике. В холодильнике мы можем долго храниться. Его хватит на несколько тортов. Когда понадобится, вытаскиваете, грейте в микроволновке или на водяной бане. Опять же, аккуратненько перемешиваете тем же самым блендером, что воздуха не насосало, процеживаете и заливаете. Как я сказал, для приготовления этого глиссажа нужна глюкоза. Ее можно купить в кондитерских магазинах. И если не хотите ничего в кондитерских магазинах покупать, то глюкозу можно замединить инвертным сиропом. Подробности приготовления, как и этого глиссажа, я тоже показывал ролики про 8 марта. Готовится еще проще, хранится очень долго. Вот у меня этот инвертный сироп. Вот он. Как готовится? Вот список продуктов. Воду, сахар и лимонную кислоту положили в кастрюльку, довели до кипения, убавили огонь, чтобы не кипело, положили пищевую соду. Сода зареагировала с лимонной кислотой, пошла пена. Аккуратненько лопаткой помешиваете. Нагрев очень слабый. Помешивайте до тех пор, пока пена не осядет. Пена осела, переливаете инвертный сироп в кастрюльку, в баночку, не знаю, куда хотите, и храните. Хранится у меня при комнатной температуре. Хранится очень долго. Нужен он для того, чтобы сахар в глиссаже не кристаллизовался, чтобы глиссаж был блестящий. Короче, примитивно. Если все-таки что-то непонятно, напишите в комментариях, я отдельные коротенькие ролики сниму и по поводу глиссажа, они бывают разные, и по поводу верхнего сиропа. Хотя, что там снимать, непонятно. Я уже сказал, что рабочая температура глиссажа 32-35 градусов. Я его разогрел в водяной бане градусов до 45-50. аккуратно перемешал, чтобы воздуха в него не напихать, и дождался остывания до рабочей температуры. Все, торт можно покрывать. Важный момент. Торт достаем из морозилки непосредственно перед нанесением глиссажа. Если он у нас постоит в тепле, он же ледяной, покроется конденсатом, глиссаж ляжет плохо. Глиссаж штука неодноразовая. Не переживайте. Все, что стечет с торта, я собираю, перекладываю в банку, и этим глиссажем можно будет покрыть следующий торт или пирожное. Видите, сам торт стоит на тарелке подставки. И заливать надо быстрым, уверенным движением. Быстрым. Торт ледяной, глиссаж, всего 30-35 градусов, моментально застывает, поэтому будете лить медленно, образуются потеки. Некрасивые. Поэтому смелее. А все лишнее надо срезать горячим, сухим ножом. Греть нож, можно в чайнике, сушить полотенцем. Все, торт готов. Уже сейчас можно его разрезать, но получится торт мороженое. Лучше его разморозить. Размораживать лучше в холодильнике. Я пару раз за эту неделю забывал, оставлял его размораживаться в теплом помещении, здесь достаточно жарко. И из-за того, что он холодный, на нем начинает появляться конденсат, капельки начинают стекать вниз. Некрасиво. Глиссаж просто вид портится. В холодильнике дольше, в зависимости от толщины и высоты вашего торта. Разморозка займет от 4 до 8, может, до 12 часов. Но зато никакого конденсата, все очень аккуратно, красиво и здорово. Едим мы эти торты по 3-4 дня, они не портятся. Один еще не доел, я уже следующий готовлю, выставляю, вот из этой пробы уже бока нарастают. Короче, ждем разморозки. Долгожданный момент пробы. Торт оттаял, сейчас буду его пробовать, я уже готов. Вы, надеюсь, тоже. Виктор Чернышев, подписчик огромный, респект, тебе спасибо большое, прислал вот такую классную доску, он доски сам делает, я обязательно его координаты укажу под этим видео. Смотрите, венге с эмблемой, с эмблемой кулинарной пропаганды, толстяная, торцевая, классная, обработана маслом, безумно красивая. Буду на ней все снимать и резать. Еще раз, Виктор, спасибо. Пробовать я начну с шоколадной части, чтобы не смешивать сразу все. Мусс нежный, шифоновый бисквит шоколадный, насыщенный вкус, класс. Как это сочетается с апельсином? С апельсиновым бисквитом, тоже шифоновым, и с апельсиновым уже муссом. Нежнятина, нежнятина. Вот этот мусс с апельсиновым курдом, это просто какое-то облако во рту нежное. Слушайте, это классно. Так, все, я завершаю, доедать буду за кадром. Готовьте. Это не сложно, как вы видите. Заранее подготовьтесь, приготовьте себе вот этот самый глиссаж, что у вас стоит в холодильнике. Заранее приготовьте, потратите там 15-го времени на инвертный сироп и готовьте. Все получится быстро. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за делайки, за репосты. Короче, я буду сожгаться. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова